Городок с названием Южный был заложен 10 лет назад. Первоначальный статус построенного объекта был военный городок гарнизонного типа с полной самостоятельной инфраструктурой. За 10 лет в Южном произошло много изменений. В 1998 году все жилые дома и почти все здания социально-бытового назначения были переданы на баланс города Всеволожска. Военный городок стал четвертым микрорайоном города Всеволожска. Дорогие жители микрорайона Южного, здравствуйте! Я рад приветствовать вас с наступающим праздником, 10-летним юбилеем нашего микрорайона Южного. Дорогие жители микрорайона Южного, здравствуйте! К юбилею городка и без того чистый и радующий глаз микрорайон привели в порядок. Заасфальтировали центральную улицу, покрасили скамейки и детские площадки, посадили цветы. Благоустройством района занимаются не только местные власти, но и сами жители. Около своих подъездов они создают привлекательные композиции из декоративных растений и цветов. Большое значение для Южного имеет деятельность Комитета общественного самоуправления. Роль Комитета не только не уменьшается, а наоборот возрастает. А в последнее время администрация Вселожского района стала считаться с Комитетом почти как с органом местного самоуправления. Это обстоятельство – большое достижение. 22 мая 2005 года жители микрорайона Южного будут вещать прекрасную и серьезную дату – наш 10-летний юбилей, который дает возможность оценить пройденный путь нашего микрорайона за нашу десятилетие истории. И наш вклад, в том числе и нашей организации, нашего учреждения, который прошел путь от офицерского клуба до культурно-досудового центра Южный за эту историю. И наш вклад в развитие Вселожского района. На возведение нашего микрорайона и, в частности, нашего здания трудились организации России, Германии, Финляндии, Эстонии, Украины, а также других государств. Поэтому наш микрорайон можно по праву считать примером дружественного сотрудничества наших стран. Особые слова благодарности хотелось бы сказать по этому поводу директору строительства нашего микрорайона, руководителю строительства Меркулову Валерию Владимировичу. Командование Ленинградского военного округа, которое на протяжении десятилетней истории оказывали всяческую поддержку в развитии нашего учреждения. Администрация муниципального образования Вселожский район Ленинградской области и лично главе администрации Самохина Ильяна Владимировича, зав. отделом культуры Смирновой Людмиле Григорьевне за сохранение статуса учреждения культуры после передачи муниципальную собственность. И, конечно, тем сотрудникам, которые наполнили холодные стены этого здания теплом, душевной теплотой, искрашивая повседневной своей работой, удовлетворяя духовные потребности наших жителей. С праздником наступающим, дорогие жители микрорайона! Мы вас всегда ждем и будем радушными хозяевами. С помощью Общественного самоуправления Южного в микрорайоне был организован спортивный клуб ветеранов. Уже более 22 человек посещают этот клуб для того, чтобы пообщаться и провести время с пользой для своего здоровья. По инициативе именно комитета самоуправления мы создали, предложили создать и участвовать в этом клубе любителей волейбола всем ветеранам, которые когда-то занимались спортом и продолжают заниматься для себя, для здоровья спортом. Откликнулось очень много человек. У нас больше 22 человек в клубе. И постоянное занятие один раз в неделю, хотя бы это по четвергам, позволяет нам поддерживать хотя бы хоть немного себя в тонусе. И вот сегодня мы как раз присутствуем на одной из тренировок этого клуба любителей волейбола. Еще один спортивный клуб в Южном под названием «Сатори» был создан специально для детей. Практика показывает, что создание такого клуба было необходимо для того, чтобы занять детей интересным делом. К тому же предстоящие соревнования не дают им расслабляться. К тому же предстоящие соревнования не дают им расслабляться. Самбо и джиу-джитсу. К тому же предстоящие соревнования не дают им расслабляться. Учительная школа микрорайона Южный завоевала себе репутацию одного из самых лучших учебных заведений во Всеволожске и Всеволожском районе. За знаниями, которые дают учителя этой школы, приезжают дети из Всеволожска, Янина, Колтошей, Бернгардовки, Мельничного ручья, Невской Дубровки и других микрорайонов Всеволожска. Замечательно то, что в школе есть три компьютерных класса, два спортивных зала, бассейн и тренажерный зал. Причем занятия в тренажерном зале и бассейне для детей бесплатны, а содержат их школы за счет коммерческих занятий для взрослых в вечернее время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уютной обстановкой в школе радует актовый зал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Библиотеки многоучебной и художественной литературы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меню в школьной столовой обновляется каждую неделю. Десять лет назад на конкурсной основе был подобран первый состав учителей и в школе програнили первый звонок. Дети, которые десять лет назад пошли в первый класс, в этом году стали выпускниками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже прошло десять лет. Недавно, кажется, мы приехали все сюда. Это бывшие военнослужащие. Сегодня уже первые наши первоклассники заканчивают школу. И вы сегодня прошли по коридорам нашей школы, побывали на занятиях, и вы видели, какие взрослые у нас дети. Конечно, приятно смотреть на взрослых детей, и в то же время грустно, что время так быстро проходит. И я так думаю, что жители микрорайона Южный, проживающие здесь в течение 10 лет, наверное, не разочарованы в выборе своего места жительства. Мы приехали все отсюда с разных мест. В нашей школе обучается сегодня более 700 детей, практически 800. Дети здесь не только из микрорайона Южного, из Котова Полин, из Морозовки, из Невской Дубровки, из Метелева, Янина, Колпышей. То есть практически я могу сказать, что все те, кто хочет в нашей школе учиться, мы рады всех видеть при наличии мест. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые дети, ждем вас в нашу школу. Ну а что мне хотелось бы сказать в преддверии нашего десятилетия? Что время потеряно не зря, многого мы достигли, сформирован коллектив. Сегодня практически 98% педагогов нашей школы имеют высшую квалификационную категорию, двое имеют звание отличик просвещения, поэтому уровень подготовки, мы можем сказать, у нас достаточно высок. Учителя на сегодняшний день не потеряли интерес к своей профессии, и я так думаю, что сегодня все те, кто работают в нашей школе, это люди, преданные своему делу. Люди, которые понимают и знают перспективу именно будущего нашего образования. Сегодня в нашей школе главная тема нашей школы – это использование информационных и проектных технологий в образовательном процессе. И вот, проходя по нашей школе, вы видели, что сегодня у нас в нашей школе имеется три компьютерных класса, имеется современное оборудование, что позволяет использовать современные технологии в образовательном процессе, что позволяет ребятишкам нашим развиваться, получать прочные знания, Именно адаптироваться в нашем социуме. И это для нас сегодня, для учителей, самое главное, чтобы ребятишки наши были адаптированы к условиям окружающей среды, чтобы они смогли быть конкурентоспособными, чтобы они могли получить хорошую профессию. Это вот главное, к чему мы стремимся, все наши педагоги. Поэтому мне хочется сегодня поздравить всех наших педагогов, всех наших родителей, которые были в течение 10 лет с нами вместе, потому что только благодаря их поддержке вместе мы можем что-то сделать. Мне хочется поблагодарить и нашу администрацию Всеволосского района, потому что в каких условиях мы находились и сейчас, что имеет образование. Я думаю, что это, конечно, заслуга нашей администрации, Комитета по образованию, Самохина Игоря Владимировича. И общий успех образования зависит от нас всех вместе взятых. Поэтому спасибо всем большое. С праздника всех! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Основное направление учебного процесса Школы искусств – эстонно-джазовое и хореографическое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поскольку в городке проживает почти 4,5 тысячи человек, то им необходимо амбулаторное лечение и помощь профессиональных медиков. За квалифицированной помощью специалистов в поликлинику Южного обращаются все нуждающиеся в лечении, обследовании, а также в наблюдении врачей, жителей микрорайона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 166-я поликлиника расположена на микроволене Южный, относится к учреждению Министерства обороны и оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь военнослужащим, пенсионерам Министерства обороны, и все, и все. В зоне ответственности поликлиники относится весь Юг-Севоложского района, стоящим потоком более 20 тысяч человек. За 10 лет существования поликлиники в поликлинику было более полумиллиона обращений. Амбулаторный прием ведут врачи 13 специальностей врачебных. У нас работает один доктор медицинских наук, три кандидата медицинских наук. Более половины врачей и медсестер поликлиники имеют первую и высшую категорию. Оказывается, широкий спектр диагностических услуг. Это и рентген-диагностика, функциональная диагностика, лабораторная диагностика. В поликлинике работает дневной стационар на 10 коек. За счет внебюджетных средств в постоянной совершенствовательной материально-технической базе приобретается новое лечебное диагностическое оборудование. Так, в частности, закуплен диагностический комплекс валента, позволяющий вести автоматическую интерпретацию КГ, суточное мониторирование КГ. Закуплен автоматический анализатор мочи. То есть сейчас процесс упрощен, ускорен и достаточно точен. Поликлиника оказывает в системе добровольного медицинского страхования помощь всем желающим обратиться к нам за помощью. На 2006 год запланировано вступление в систему обязательного медицинского страхования, когда медицинская помощь будет оказываться всем жителям микрорайона Южный по страховым полюсам. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей микрорайона Южный с праздником, с юбилеем, пожелать им крепкого здоровья, чтобы не болели, счастья, всего самого хорошего. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей микрорайона Южный субтитры. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей микрорайона Южный субтитры. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей микрорайона Южный субтитры. Последним значимым событием для микрорайона Южный стало торжественное открытие светофора на перекрестке Колтурского и Южного шоссе. Установка светофора входила в план реализации социальной программы «Безопасность города Всеволожска». Осуществляется эта программа совместными усилиями администрации города Всеволожска и общества с ограниченной ответственностью «Нокия Тайрес». И все-таки самым главным и значимым событием для жителей микрорайона Южный сейчас является десятилетие их любимого и родного городка. «Нокия Тайрес» «Нокия Тайрес» «Очень важно для жителей, как для автомобилистов, так и для пешеходов, поскольку мы не за жалобом следим, мы следим за реальной обстановкой, следим за количеством дорожно-транспортных происшествий, произошедших на этом перекрестке, следим за тем, как пешеходы передвигаются из Мельничного ручья в Южный и обратно. И, конечно же, для жителей это большое подспорье. Единственное, что теперь осталось следить за этим, чтобы он работал, чтобы он работал постоянно, чтобы люди научились пользоваться, и автомобилисты знали, что на зеленый свет надо проезжать, и на красный. Ну и, конечно, планируем ряд светофоров уже в городе открываться в последующем, потому что есть уже обстановка такая, что машин стало больше, пешеходы стали больше перемещаться, и мы понимаем все ответственность за то, что надо эти светофоры устанавливать и в дальнейшем. Игорь Владимирович, как администрация готовится к десятилетию Южного? Я бы хотел спросить жителей Южного, как они готовятся к празднику. А мы уже есть программы, есть план, выделены финансы. Очевидно, благоустройство, то, что успеем сделать, подремонтировать Южный, мы сделаем. Готовится праздничная, торжественная программа с приглашением гостей, с гулянием народным, с фейерверком, очевидно. Поэтому я думаю, что городок сохранил свое имя, городок сохранил, может быть, и за собой право называться визитной карточкой города в Севоложской, в Севоложской районе. Поэтому, конечно, мы понимаем, что люди, благодаря которым удалось сохранить именно в том почти первозданном виде, они то, что делают и сейчас, в каком состоянии сохраняют свое жилье, достойность, чтобы власти их почтили, отметили. Спасибо. 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 Спасибо.